Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Районный суд. Подан он был после того, как бывшего чиновника признали виновным в нескольких преступлениях коррупционной направленности. Константинова приговорили к штрафу в 7 миллионов рублей и лишили права занимать государственные и муниципальные должности на 4 года. Программа Экономика. Глава Кировского следкома заработал в два раза меньше своего зама. Руководство областного следственного управления отчиталось о своих доходах. Руководитель ведомства полковник юстиции Андрей Виноградов заработал за 2019 год порядка 3 миллионов 600 тысяч рублей. Но деньги эти, к слову, получил не в Кировской, а в Нижегородской области, так как до середины декабря прошлого года руководил следкомом там. Недвижимости и транспорта, судя по декларации, у Виноградова нет. У его первого заместителя Марата Галиханова треть от квартиры площадью 100 квадратных метров, а доход 6 миллионов 900 тысяч рублей. У его супруги есть Тойота Камри. Еще один зам Андрей Сичихин задекларировал доход в 3 миллиона 100 тысяч рублей. В его собственности гараж, автомобиль Киа, два прицепа к легковым авто и снегоход. Экономика на 101 АФ. 250 незаконных рекламных конструкций нашли в Кирове. Такие цифры озвучивают в мэрии за первые 6 месяцев этого года. Сначала демонтировать рекламу предлагают бизнесменам, ее разместившим. Если работы они не выполняют, то проводят их за счет бюджета, а потом предприниматель должен будет возместить эти затраты. Очистить город от кричащих вывесок и незаконной рекламы власти хотят к 650-летнему юбилею Кирова. Кроме того, решается вопрос о создании дизайн-кода. Реализация его также станет задачей бизнеса. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73 рубля и 64 копейки. Евро 87 и 17. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.